Всем вечерочку! Сегодня титульный вторник, с вами Артём Зубрицкий. Ну, посмотрим, сколько раз меня сегодня повозят по доске. В прошлый раз как-то, в прошлый титульный вторник как-то вообще не пошло, да, я там проиграл 5 последних партий. Надеюсь, сегодня всё же будет получше. О, я уже, кстати, вижу даже вопросы в чате. С ума сойти. Всё сводится к тому, немного ли я играю. Ну, с одной стороны, много, с другой стороны, насчёт совета классиков о том, что надо играть 2-3 турнира в год, ну, это... Я даже не знаю, это кто мог такое сказать. То есть, одно дело-то, если там 2-3 серьёзных турнира в год, к которым конкретно готовишься, а потом, ну, то есть, остальные турниры нас понимаешь как тренировочные. Это да, так что просто 2-3 турнира в год. Но, опять же, одно дело, когда эти турниры, например, там, на месяц растянутых, как-то бывало, собственно, в классические времена, это одно дело. А когда это турниры, там, на 10 дней, ну, как сейчас, да, там, ну, на 11, на 2 недели, то, конечно, 2-3 турнира в год, это очень мало. Ну, а если мы ведём речь о Блице, так тем более. Не, ну, на самом деле, да, многовато, конечно, сейчас турниров, вот такие времена. Ну, стараюсь. А, на самом деле, именно поэтому, вот, титульный вторник очень долго не играл. Ну, это... Я жертвовал именно им. Ну, вот сейчас захотелось немножко возобновить участие. Собственно, чем и занимаюсь. Ну, вот, кстати, по, там, средам и субботам ещё идут, значит, ещё идут призовые турниры, там, в Чесландии, так что, на самом деле, пятница и воскресенье только выходные. А, или нет, сейчас, или воскресенье не выходной. Ну, в воскресенье Бундеслигу можно играть. Короче, да, реально каждый день есть, что погонять. Ну, как бы, да, и так нам всё не хватает, так, там, от чего-то отказываемся, приходится так делать. Ну, куда деваться? Ладно. А, Го Кинг 701. Так, а уже время пошло, ё-моё, я его не читаю. Венгерский мастер. Так, ну, ладненько. Что-то у нас сейчас будет. Е6, то есть, намёк на каталон. Я вообще уже как-то давно хочу попробовать поиграть Немцовича, потому что, ну, давненько не играл, и хочется немножко такие позиции снова поиграть. Вот, ну, ну, поглядим. Ну, пока у нас такое. Что-то такое биноневское. Ну, А4 – это такая профилактика против игры на ферзевом фланге. Прямо практически всегда, то есть, ну, в каком-то поле ходов. То есть, Б6, А6, Б5, либо сразу так, либо там слон на А6 выходит. В любом случае, то есть, поле Б5 – это такой объект ключевой, имеющий важное значение для, собственно, судьбы всей партии. Поэтому, ну, надо за него побороться. Тем более, что конь уже на Д7, поэтому перевод его на Б4, да, то есть, по какому-то такому маршруту он уже вряд ли пройдёт. Ну, пока, имею в виду, долго это. Вот, сомнительная достаточно идея. Ну, стандартные ходы здесь Б6, А6, Вадя Б8. Что-то из этого. Ну, правда, Вадя Б8 здесь, конечно, под конь Б5, потому что я думаю, что А6. А, ну, конь Ж4 тоже возможен, но, честно говоря, я не очень понимаю, куда конь паузёт. Ну, давайте его прогоним. Не очень понимаю. Ход А3, в принципе, выгоден белым. Ну, вот, именно потому что поле Ж4 берётся под контроль. То есть, я не знаю, что... Ну, на Ф2 жертв, очевидно, это ерунда. Ага. Конь на А6 пошёл. То есть, так он, типа, движение Ф5 хочет поддержать, да? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Пока конь здесь под темпы попадает, вот это я понимаю. И вот, кстати, вопрос. То есть, взятие на е5 заставляет чёрных бить ладьёй. Ну, интересно, кстати. Мне кажется, что можно это попробовать использовать в своих корыстных целях. И вот теперь нужно решить. Мы двигаем коня на е4 или на b5. Надо, наверное, сразу это делать. Потому что, если сыграть е4, например, то там уже f5 последует. И, соответственно, конь где-то через f7 переберётся на более удачную позицию. А пока план такой. То есть, конь е4, конь f5. Точнее сказать, конь b5, конь f5, е4. Я что-то такое хочу исполнить. Но всё-таки вот конь на а6, ну... Нехорош. Нехорош. Я не верю в таких коней. То есть, пока хочу просто на d6 взять. Ну, и, собственно, почему бы этого не сделать. И вот как раз сказывается незащищённость коня на а6. Правда, чёрные могут сейчас свои фигуры активизировать. Ну, так оно нередко происходит. То есть, что-то теряем, что-то получаем взамен. А, вот даже так. Интересно. Я, кстати, этого хода не видел. Честное слово. Так, ну... Ну, судя по всему, на e8 надо забирать, да? Из других-то вариантов, пожалуй, и нет. Но сейчас будет gf. Так. И вот нужно воспользоваться тем обстоятельством, что у меня пока ещё конь жив. Да, как это сделать? Какой-нибудь полезный ход. Вообще, хотелось бы ферзь d2 сыграть. Но вот вопрос, а что, если просто fg? А, на fg есть ферзь e3, кстати, да? Там, может быть... Ну, какие-то там... Какая-то заваруха. Ну, ладно, ферзь d2 хочется сыграть. Всё равно gf бить не хочется. Вот ещё какой момент. Ну, посмотрим. Всё-таки... Всё-таки... Ну, пешечная структура у чёрных плохая. Кстати, вопрос, может быть, d6 стоило, конечно, двинуть? Вот, не знаю. Конь f5 это очевидное движение в сторону пункта d4, поэтому защитить его, пожалуй, не лишнее. Слон g7. Ну, хорошо. Будем наваливаться постепенно. А, b3, кстати, может быть и лишний ход совершенно. Так, ферзь c7 сейчас он... Неплохая ли идея? Там какая-то контратака может, конечно, последовать. Не знаю. Ферзь c7, там конь g3... Ну, по идее... Ну, ладно, надо так уже играть. Я-то всё-таки полагаю, что... Ну, в этом шанс надо собрать пешки. Ну, ёлки-палки, там на слон e5 есть интересная джеп... Не знаю. Ну, что, бить нельзя? А, вот так хочется. Хорошо. Ферзь e3, да? Так. Ага, они сейчас где-то будут пробивать. Может, даже сразу на h3, да? А, ферзь g3. Не, ну, это... Это явно мимо. На слон e5, там ферзь c8, ферзь g4. Ну, тут зевнул человек. Вот там слон h3 был забавный удар. Ну, сказать, всё равно не прокатывало. Вот. Ну, так-то точно плохо. Да. Да, ладно, что-то ферзь c7... Ну, можно было поаккуратнее сыграть. Можно было, например, просто провести b4, да? То есть... Ну, или опять... Ну, с какой-то такой последовательности. То есть, опять b4 просто... Ну, забить, по большому счёту, на пешке ферзь его фланга. То есть, важно было просто... Ну, поменять 2 на 3. Не все выигрываются. Просто 2 на 3 поменять. Вот. Ну, и дальше Вадиме, там, насиловать седьмой ряд, как... Что-то в таком духе. Так, Валерий, здоров. Ну, ладно. Так, что тут ещё осталось? Много ли тут людей играет? Всё-таки навалом. Что тут посмотреть? Посмотрим на Томаса Капитанчик. Смешной, смешной такой уник. Томас Капитанчик. Томас Капитанчик. Ван Форест тут всё-таки проиграл. Так. Кто у нас ещё есть? Давайте на Чигаева посмотрим. Ну, у Чигаева тоже слишком большой перевес. Всё понятно. Кто ещё остался? Что-нибудь интересное такое глянуть? Ну, ладно. Давайте на Хауэлла посмотрим. Ну, посмотреть можно, но интересного мало. фавориты пока уверенно разбираются. Давайте, может, что-нибудь пониже возьмём. Ну, и тут тоже самое. Ладно, уже даже не буду никуда тыкать. В общем, понятно, что сейчас партии до конца дойдут, и начнётся начнёт с новая. Ну, кстати, к вопросу о количестве турниров, то есть, вот этот можно воспринимать, как раз, как тренировочный. Поэтому можно играть всякую ересь в больших количествах и готовить эту ересь на серьезные мероприятия. Так что если, короче, есть какие-то предложения по как раз каким-то дебютам, то я внимательно слушаю. Так. Че, неужели там последняя партия так долго играет? О-о-о-о! Ну да! Это может быть надолго. Ну, всё-таки должна быть ничья. И вот она, наконец-то. Ну и значит, сейчас начнётся второй тур. Ура! Так, Каталин 0.09. Да, не вижу. Румыния, да? Ага. Ну, погнали. Е4. Ну, давайте пока поспокоим всё, как было. СНД-5. Ну, давайте я сейчас так собираю. Надоело уже конём перекрываться. Я помню, что там прыжок на Ж4 ферзём это вряд ли можно назвать хорошей идеей. Ну, в общем-то, особо не требуется. Ну, вообще, конечно, здесь тоже возникают такие положения, что ну, тяжело достаточно чёрными вот прям какую-то игру получить. ну, кстати, вот, если белые будут позволять себе терять пешки на С4, то станет попрочше. Ну, наверное, слон Д4 всё-таки будет. Я сомневаюсь, что ферзём веснёт товарищ с локоть. Ну, впрочем, чем чё-то не шутит? Не знаю. Ну, ну, Б3 хода не последовало, и вот она расплата, собственно. Всё-таки ферзь Д4 сейчас. Ну, не, ну, ладно, у меня всё-таки выхода-то большого нет, но я думаю, сейчас, а вот ладья А8, ферзь Б6, ладья А6, ферзь Б5, и то есть там типа ферзь Б5, СБ, да, и ладья провисает. Сейчас я вот, я думаю, то есть просто нет ли какого-то более приятного, ну, более удачной редакции что-нибудь тут пособирать, но, честно говоря, не вижу сейчас ещё раз. Ладья А8, ферзь Б6, то есть идея отцепить ферзя от слона, ну, ладья А6, ферзь Б5, да, и на ферзь Б5, СБ, то есть нападение на ладью, это всё неприятно. Ну, значит, не будем ничего выдумывать, просто поменяемся, в конце концов у нас теперь дичайший слон, вот у нас в нашем распоряжении, в общем-то, ферзь, ну, наверное, сейчас ладья А4 будет, то есть я сомневаюсь, что человек сдастся, прямо мгновенно, но всё же, всё же, лишний ферзь, это лишний ферзь, это хорошо. Лишний ферзь, это здорово, это прекрасно, это добавляет положительных эмоций, я не знаю, может быть, на король Ф2, кстати, Ф5 какой-нибудь провести, неожиданное. вот, ну, то есть можно ещё ладья Е1 сыграть, но там будет ладья А8, ну, правда, тоже не очень понятно, чего я этим добьюсь, да, ладья Е1 всё-таки, то есть на Ф5, ну, на Ф5, наверное, просто король А1 последует, там, ФЕ, ладья Е4, да, наверное, не стоит этого делать, не стоит, не стоит так ослабляться, всё же ладья А8 мне нравится больше, может быть, и напрасно. Так, ладья С2 мы увидели, и что нам делать дальше? Что нам делать дальше? Так. Ну, может быть, как-то так поставится пока же. Посмотрим, как ещё белые вырулят из-под всех этих нападений. Наверное, король Ф2 последует. Король Ф2, король Ф2, король Ф2, ладья Д1, Ф1. вот здесь вот Ф5, мне кажется, интересным. Конечно, сто процентов уверенности нет, но ещё раз, вот в целом, то есть идея вытащить где-то короля белых на оперативный простор, вот она прям доставляет удовольствие. То есть я не хотел играть, потому что думал, что король в углу спрячется, и там тогда белые фигуры просто начинают нападать на мои набегки в первую очередь. Вот. А здесь-то не факт, что они успеют на кого-то напасть. И кроме того, король в центре попадает под перекрёстный огонь Ф1. Взять ладьи. Так, ну, соответственно, вот ослабить пешечку. Это полезно. Ну, может быть, мы сейчас где-нибудь тут в кого-нибудь прицелимся. Так, ладья Ф1, конь Ф1. Сейчас, если какой-нибудь красивый шаг, например, на А6. Там, король Е1. Ну, давайте шажок 1 дадим. Так. Может быть, слушайте, а может быть какой-то сейчас какой-то прыжок на Д3. Вот так вот. Ну, как-то всё висит. Ладья, конь, пешка. То есть, что-то мы съедим определённо. Например, в пешку. Так. Ну, соответственно, можно чуть-чуть подвязать тут. Как-нибудь так. Конь C2. Так. А что, если сюда запрыгнуть? Здесь кушать. Ещё скушать. Ну, много пешек съели. В общем, ну, вот он, феркс сыграл свою роль, выполнил, собственно, план на этот эндшпиль. Эх. Ушёл этот сам Хикару. Хотел я на него посмотреть. Но посмотрим на Бортника. Ну, Бортника, ну, выиграно у Бортника. Хотя, ещё, конечно, потрудиться придётся. Неочевидно. Но всё-таки на одну пешку больше. Это раз. Во-вторых, эти пешки ещё и идут вперёд. Ну, кстати, кстати, а вот тут, может быть, Бортник-то и ошибся. Ой-ой-ой. Ой, молоденькие страшные. Можно и проиграть. Опа. Ну, ладно, тут. Ага, интересно. Ну, мне кажется, это... И вот ладья бы один надо играть срочно. Молодец. Ай-ай, и флаг уронил. Ну, вот грамотно, грамотно сыграли белые. То есть, да, вот им нужно бегать вот так вот между пешками. и королём постепенно подходить. То есть, это ничья. Вот. Ну, к сожалению, флаг. Флаг это бич Блицора. Ну, кстати, здесь-то добавляется, по крайней мере, секунда. То есть, это хоть что-то. Так, тут у нас Томир Набаты против Михайлова. Ну, тут, пожалуй, печаль. Ну, надо на второй ряд отступать, да, и забирать эту ладью неожиданно. Ну, и, собственно, поняли, чёрное, что натворили, потому сдались. Да, Эншпель, как из книжки, есть даже масса этюдов на эту тему. Вот, поэтому чёрные там как-то рисковали. То есть, Больтник там пошёл к другой пешке, и если бы он немножко заигрался, то мог бы уже и опоздать. Поехали. Продолжение следует... 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 Ну, то есть заставить его дать шаг И вернуться конем обратно Я не знаю, есть Я могу, конечно, назевать тут Ну, то есть слон Кстати, а может даже слон d7 Ну, пусть он мне портит структуру Так ли это страшно Конь f6 gf Там ферзь c2 Или ну его нафиг Что-то я как-то сам с собой не могу Ну, давайте, ладно, давайте Давайте так, хорошо Я согласен Давайте я без структуры поиграю Ну да, это Это было очевидно Кстати, а вот теперь я начинаю сомневаться В том, что я тут затеял Наверное, это все-таки была не лучшая идея Видите, не хочется бить на e4 И f4 не хочется играть из g3 Вот в этом Как бы Беда кроется Еще и конница 6 Какой-то Неприколоченный Надо бы его вернуть еще Блин, а накамура слишком просто играет Я не люблю Я не люблю, когда сопернику моему Слишком просто играется Ну, наверное, придется тут немножко пострадать Может быть Чересчур пассивно я сейчас действую И Таким, как накамура Не стоит как раз позволять слишком много Но с другой стороны Вот что делать-то Может быть так, конечно Но ситуация неприятная То есть сейчас на меня начнут сдваиваться тут со всех сторон А то и страиваться Вот А у меня как-то все Дико пассивно Вот А у накамуры как-то дико активно Я правда не знаю Может быть Пешку можно отъесть Но это уже с горя Вот знаете Ну Ну, типа Ну, хоть что-то Ну, хоть пешку Ага Накамура просто решил на меня Побежать Да Всеми силами Ну Я его понимаю Сам бы так делал Так Ну и надо тогда валить Из этого места Срочно Что бы Что бы тут ни было Надо отсюда валить Так Что, король d7 Можно играть Или там слон f1 Меня прикончит Ладно Может быть так пока Страшные вещи Страшные вещи Страшные вещи Творятся Ну, я все Надеюсь Как-то унести Тут ноги Ну Очень сложно Это сделать То есть На конь е5 Конь е5 Это вот единственное Что я пока Успел заметить А вот этого Я Вот этого Я не успел Заметить К сожалению Да И фердзи в 7 Это печально Ну, Накамура Что ж вы хотели Я чуть-чуть еще Поиграю с ним Ну, знаете Так Это все-таки Не каждый день Удается Ну, и G7 Просто Да Даже Ну, ладно Ну, можно было и получше На самом деле Сыграть Сейчас я скажу Ну, вот все-таки Наверное зря Объективно Объективно зря То есть я вот здесь Отказался от конца 6 То есть это был Мой изначальный план Я захотел просто Поиграть повеселее Но конца 6 Конечно посильнее И я не думаю Что у белых Здесь есть переезд Вот какой-то Ну, все-таки С таким слоном Да И то есть Когда у меня Просто никаких Конструктивных проблем Нет Ну, я не знаю Я так полагаю Что на конца 6 Там бы Накамура Какой-нибудь B4 Бы обязательно Накатил в мою сторону Ну, опять же Что это То есть В чем тут Какая-то опасность Для меня Ну, я могу поменяться На B4 Да, ну, то есть Вот Так, так, так Так, да Ну, и просто рокировать Как бы B5 Конь E7 Ну, то есть Скрытых шагов нет И все-таки Два слона в позиции Ну Перестарался Надо было Поспокойнее играть Конечно И, в принципе Там Учитывая отсталость Белых в развитии Ну, все шансы На успешный исход Были Вот А так После конца 6 Ну, идея простая То есть Сыграть 2-0 Потом короля на H8 Убрать В случае Там каких-то опасностей Ну, и Спокойненько Там закончить развитие Он E6 Ферзь D7 И все В таком Не понял Отомстить Накамури За Анисимова А А что Что они там Не поделили Друг с другом Я просто Не в курсе Что случилось А, кстати Я нашел тут Знаете Забавную Ничейку Ну, как Ничейку Если бы Если бы, конечно Белые повелись Короче B5 Ферзь B5 Слон D7 Ферзь Ферзь A6 Извиняюсь И Слон C8 Обратно Такая ничья Для белых Прошло все легко Потому что Там игрок Высокого класса Высочайшего Ну, вообще Да То есть Вот это вот Конь H4 Опять же Я, наверное Тут перестарался Надо было Все-таки Рокировать В другую сторону Ну, ладно Так Гонзага 23 Давайте сегодня C4 сыграем Разочек Легко Потому что Я дал Слабость Откровенную И Ну, а контр игры Взамен у меня не было Потому что У белых Не было аналогичных Слабостей Вот и все То есть Логика Логика события Она вот в этом Заключается Ну что CD или Конь C6 CD или Конь C6 CD или Конь Чего, блин Слон D7 Слон D7 Я вообще Впервые Такое Вижу Хочется Кстати Сыгать DC DC Конь E5 Если честно Я, пожалуй Даже Попробую Это Выглядит Настолько Естественно Просто Прийти И накостылять По полю C6 Ну то есть Испортить Просто Всю Структуру При этом Еще и Как бы Слона Лишит По возможности Конь C6 Добить Наверное Сюда Еще Еще Раз Так А вот Нужно Лебить Здесь Наверное Сейчас План То Такой Сыграть Конь A4 Где-то И Далее Сейчас То есть Важно Тут Важно Ничего Не зевнуть Как обычно А Варианты На это Есть Сейчас План Такой Ферзя На C2 Коня На A4 Ладю На B1 Пешка На B3 Вот Вопрос Сейчас В Точности Исполнения В каком Порядке Это Все Воспроизводить Вообще Вообще Хочется Просто Напасть Тут Не знаю На Ферзь D4 Вот Я Ферзь C2 Сыграю Так На Этот Ход Есть Слон D2 А Плавов В щитерстве Заподозрили Ну Это Это Лихаимство Какое-то Но Нет Анисимов Не из таких Так Вот Конь Пришел На D7 Соответственно Но Мы играем Ладья D1 То есть Даже Не B1 А D1 Сейчас Пешечку На B3 Поставим Вот И она А Ну и все Вот И сейчас Начнем Разбегаться Слоном В каких-то Направлениях Я уж Не знаю На C3 Или На G5 Ну Понятно Что У черных Вот Они Объекты Для Атаки Плюс Еще Король Потому Что Ферзь Стоит На А6 Опять же То есть Коин Д7 Приглядывая За Пешкой C5 Не Может Опять Далеко Куда Уйти Да То есть Везде Будет Пешка Теряться Поэтому Перевес Явно На стороне Белых А6 Ну Это Я думаю Что Слон Е3 Можно Сыграть Заодно Поле Д4 Прибрать К рукам Теперь Ну Ладья Д3 Пожалуй Да Ну Так То есть На Коне Е5 Мы Сначала Меняемся Потом На Ц5 Будем Забирать Может Быть Даже Не Сразу Потому Что Можно И Вторую Ладью На Д1 Поставить Если Она На Ц5 Защищать Черным Абсолютно Нечем Конь Б6 Так Ну тут Можно Значит И С темпами Позабирать Типа Слон Д2 Ферзя 6 Конь Ц5 Я тоже думаю Нужны Мне эти Темпы Или нет Сложно Сказать Сейчас Только Сильно Долго Думать Не надо Над Этим Оно Того Не Стоит Ну Ладно Давайте Сразу Возьму Еще раз Возьму Так Ну Соответственно Ну Один Аддин Кстати Да Может быть Не обязательно Было Так Ферзи В5 Кстати Может быть Конь Б4 Тут Просто Загнуть То есть На Ферзи С2 Есть Ладья Д1 Да То есть Мы Что-то Тут Меняем По Быстренькому Либо Ферзя Либо Ладью Там Еще Конь Соответственно Где-то Что-то С чем-то Я жду Хода С5 И Соответственно Мы Сейчас Будем Сокрушать Оставшиеся Пешки Ну То есть Одно Беспокойство Остается За время Остальное Уже В общем-то Понятно Е5 Так Уберем Конем То есть Ну На А2 Пускай На А2 Он Забрал Да Он Еще Где-то Здесь Может Забрать Нам Лучше Не позволять Конечно Наверное Напрасно Ладно Я Ферзя Сюда Пропустил Но Ничего Ничего Пока Страшного Не Произошло Все Еще Фигур У меня Больше И Стоят Они Лучше Так Есть Ход Ферзь Д7 Какой-то А Я Под ферзь Е2 Что ж Такое Ладно Давайте Так Залезем И вот Так Еще Ну Вот Она Вот Она Атака Прекрасная От ферзи 8 Защиты Нет Хорошо Ну После Накамуры Достойная Партия Так Что там Дофига Играет Ладно Ну Вообще Я Не Первую Уже Историю Про Накамуру Знаю На эту Тему Помнится С Матвеем Щербиным Была Какая-то Такая Сейчас Прощаться Со мной Ну Я Еще Что-нибудь Смогу Надеть Щас Только Щас Я На Минуточку Буквально А Ну Конечно Сразу К Накамури Бежать Ну Что Это Такое Валер Ты Тому Накамури Затеряешься Среди Всех Его Фанатов А тут У нас Понимаешь Все На Особом Щиту На На самом деле Хикару Надо было Обыгрывать Конечно А Слушайте Сейчас Перерыв Будет Шестиминутный Насколько Я Понимаю Должен Сейчас Последовать Там После Четвертого Восьмого Тура Обычно Так Происходит Ё-моё По Четыре Очка Семнадцать Человек Семнадцать Нехило Мягко Говорим Да Это еще Там Всякие Грищуки Не играют Вроде бы Да Я пока Не видел Может и играют Я пропустил Пингвин Вроде бы После Сегодняшнего Поражения На Кубке Мира Расстроился Решил Не играть Так Уберись Так Что 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 Так Перерыв Есть Или Нет Что Что Я Что Я Сообщения Не вижу Стран Странно Странно Обычно Они Там Пишут Чат Всем Что Ребят Перерыв А тут Чем Не написали Не написали Ладно Не написали Не бокс Ну Конечно Народу Тимать Умщая Странно Гроссмейстеров Сколько В жизни Не найдешь Нигде Сколько В одном Таком Курнире Ладно Расскажите Что Нибудь Как там У вас Дела Что Найду Сами Где Играете За Кого Болеете Там На Кубке Мира Кубке Мира Мира Более 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 Звучит Наже Сахи Нагляну Более Нажим А Intro Играет Ре うん Вообще все ушли к накануле, ну реально Обалдеть Вот так вот Просто единомоментно проиграл всех болельщиков Как в покере каком-то Ребят, ну верните Да, вот сообщить, что Титульный вторник показывают на Часком ТВ Конечно Обязательно буду написать Мне кажется, если бы я выиграл, Валерий Я бы помимо Плюс 300к И сколько там, 30 тысяч зрителей Да, я бы еще получил в баннере Часкома Чего? Евгений опять не понял Так, стопэ Это принципиалочка Он меня в тот раз в один из ходов обыграл Замотовал Не, товарищ Сейчас такого не будет Ну тебя нафиг Давай Е4 свое Давай, иди сюда Я тебя запомнил До какого финала-то, короче, на Камура не дошел Не могу понять Нираньян на Вальбунд Ладно С этими индусами Сложно разобраться Но если он решил мне фору дать Ну, замечательно Я, наверное, быстро ему вернул Зная, да, мои тайминги дебютные Ну, пока очень интересно развивается партия Такое, знаете, напряжение чувствуется Вот, видите, вот началась динамика сразу Сразу началась динамика Ну, кто бы сомневался в этом пацане Так, Д3 или Конь Ф6 Д3 или Конь Ф6 Давайте Д3 Ну, вообще, конечно, такой пулеметчик знатный Так Так, ну и что теперь Конечно, Слон Е6 хочется С другой стороны, там Конь Д5 Родятся 8 Б3, то есть как-то это все будет на руку белым Какую-нибудь перестроечку бы найти похитрее А я хитро вернусь И вернусь ко нём обратно Вот так вот Никто этого не ожидал, а он вернулся Б3 Все равно, да Все равно Б3 Ну, хорошо Если, может быть, Б6, Слон Б7 здесь было интересно Ну, ладно Пока так, постоим Король Аш1, да Этот ход понятен Ф4, ну, это тоже понятно Так, а, стоп Е6-то пока нельзя играть Зато А6 можно Ну, все-таки А6 Вот ход практически обязателен Как ни крути Так, ну давайте мы Коня отсюда попросим Нечего мешать тут Хорошим людям Так Только сейчас Давайте сюда тогда Конь G4 Так, нет Ввали-ка отсюда, товарищ Ты мне здесь не нужен Ты мне не нравишься Так, а, Слон D4 нельзя Обидно Я хотел на самом деле Ну, ладно Так, Конь F2 Это понятно Ну Ну, наверное, не критично Можно сейчас Поперестраиваться Немножко Как-нибудь Что-нибудь хочется Типа Конь E7 Слон C6 Вот как-то так хочется встать На Слон D4 Наверное, я E5 могу сыграть Ну, вот как-то так Может, конечно, поле E7 для Коня Не лучшее из возможных Ну ладно Так, Слон D4 Не знаю Не хочется Сюда слонов Пускать Дерзких Ну, вон что получилось То есть, Слон как-то Довольно удачно Перегруппировался Так Ну, давайте Хорошо Блин, время Вот Запустил Как обычно Так И Отпусть на B6 Может быть Не хочется F E бить Ну, наверное, надо Как-то Как-то Каким-то таким образом Тут Повыделяться На общем фоне Может быть Даже сюда Забежать Ферзь E3 Ферзь C7 Да Хитро Попробуем Тут Убирать Лучше бы я эту хитрость Оставил в кармане Где-нибудь Излишне Это было Так Блин Что-то я не могу Разглядеть Вот какого-то Какого-то Привлекательного Маневра Я нашел Вот это Все Куда-никуда Агрессивный Парень Попался Ну Хорошо Хоть так Ай Вернуться Я вообще Ходил Немножко В другую Сторону Знаете ли Ну ладно Последний шанс Не удалось Еще один Последний Шанс Так Так Топфлаг Не враните Пожалуйста Так А это Что было А человек Вообще В курсе Что мы С добавлением Играем Ну Я не Понял Ничего Что это Вообще Было Ни разу Не выиграл Турнир Так Сейчас Накамура Ни разу Не выиграл Турнир Претендентов Как Корекин Или Непомнящий Ну Знаете Народицкий Там И Пингвин Тоже Не выигрывали Ну Нет Ну То есть Понятно Что Накамура То есть Он в классику Клево Играет Извините Ну Знаете Сколько Людей Которые Ни разу Не играли Матчи На Пингвин Тот же Гречук Ваш Елоград Вспомните Там Предыдущие Года Так Ладно Сейчас У нас Алексей Придорожный Алекс Сур 1981 Это Придорожный Так Ну С Придорожным Только Сейчас Ф4 Будет Вот Когда Блин Вот Знал бы Что играет Соперный Сыграл бы Иначе Я теории Не знаю Уже Устал Предупреждать Но Думаю Все в курсе Теории Не знаю Поэтому Если Где-то Туплю Ну Это От Сей Души Так Знаете Хочется Тут Какой-нибудь Такой Ну Мне кажется Что Ничего Здесь Нет На самом Деле То есть Не надо Мне тут Ничего Изобретать Вот Так Вот Чешется Знаете Вот Кое-что Чешется Вот Так Вот Хочется Какой-нибудь Ж4 Залепить Там Сперст Б6 И вот Еще Что-нибудь Так Ну Вообще Понять Как Развиваться Так Я чувствую Какой-то Подвол Знаете Вот Всегда Чувствую Но Что Делать Ну Понятно H3 Да Сейчас G4 Покатится На меня Бочка Стопудняк Слушай Так Знаете Есть Какой-то Обычно Красивый Ход B5 Но Здесь Наверное Его Нет Ну Можно Сыграть Водя B8 Может Ход Появится Типа А то есть B4, конь, D1 Да Ну, кстати Мне кажется, что это все-таки Позитивный расклад Все-таки конь на D1 Не то чтобы при делах И это мне Скорее нравится Чем нет Ну, блин, ладья Что зараза делает Ладья на B8 Я до сих пор не могу взять в толпу Реально, что я ее туда поставил Зачем, блин Так Сейчас будет какой-то экшон Короче, меня идут мотовать Так, это уже, я думаю, всем понятно Вопрос в том, как Не дать сопернику это сделать По крайней мере, мгновенно Как бы я знал Ладно Знаете, съем на А2 На самом деле с идеей побить Да А раз так То Можно тут что-нибудь такое Заварить Какую-нибудь кашу Неожиданную Что, Е6 еще будет? Слушайте, а Е6-то Е6 будет Зараза такая Ладно, будем тут Блочить по полной программе Там конь на D1 пока Какой-то смешной Может быть Мы как-нибудь сможем Это использовать Проблема в том, что У меня ферзь на А2 Тоже такой, знаете Клоун-то тот еще Так что Ах ты ж Сейчас там ладей в 2, да? Ну ладно Сейчас, погодите Мат-то может сразу И не придет? Блин Или придет? Ой, беда Сейчас 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 я все скажу Так Ферзь D5 Ладья H2 Ладно, я пока встану А, блин Слон-С4 Стойте А тут ферзь D6 Мне кажется Есть, знаете А, или нету Сейчас Ладья F6 G5 Ладья E6 Давайте лучше так Наверное Хотя выглядит, конечно Отвратительно При любых раскладах Ну, может Тут хоть какое-то Везение будет Ну, типа там Слона Какой-нибудь На B5 На E4 То есть Качество Качество мы отдадим И дальше Там как-нибудь Будем танцевать еще То есть Идея в том Что на G5 Нужно пешку забирать Тут вот нет выбора Разумеется Но выбор есть дальше Так Сюда ушли Так 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 Опять за H4 Ну, не знаю Пока так Встанем Так Так Водя C8 Это чтобы Конь там Сильно Не ерепенился Так А, конь все-таки Заярепенился Да? Ну, да А, D3 А, D3 Слону надо Вскрыть Обязательно Что-то Что-то я Что-то я натворил Не того Ай-ай-ай-ай Водю на H2 И Ну, наверное Нет таких проблем В конце концов У меня две пешки За качество Ну Блин На самом деле Позиция-то выигранная То есть Сыграй Водя H8 И в какой-то момент Там еще D3 Можно Поддать Ну Условный вариант Водя H8 Феджи 3 Скажем Водя H2 Феджи 2 D3 То есть СД И просто на B3 Забрать Две проходные Идут Никакой контратаки Нет Наставил бы себе Ну Чуть-чуть Побольше времени Ну Чуть-чуть Чуть-чуть Совсем Выиграл бы Партию Дело еще в том Что Ну То есть Во-первых Давайте так Жертва Федзя На H8 Это Бесполезня Там просто Феджи едва Заскакивает И разносит Либо один фланг Либо другой Либо оба сразу Вот Ну что еще делать То есть В случае Федзи Е1 Ну там В любом случае Федзи Е6 Есть ход То есть Опять же Там С какими-то Завалами В домик Вот А значит Ну то есть По сути Выбора нет Потому что Опять же Если После размена На H2 Бить королем То опять же Федзи Е2 То есть Здесь 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 Вот это Все висит И на король Ж1 Ну где-то Ну то есть И D3 Можно играть Да Ну короче Там везде Везде Конец Как так-то Ой Блин Очень обидно Я как-то на автомате Я на автомате Ферзь Ж3 То есть Очень грамотно Он определил силы Между фигурами Кроме того Выясняется Что даже Теперь Вадья С H2 Куда-то Уйдет Ну нет Мата То есть Резуш 1 Король В2 Надо было Поэтому Вот с Вадьей Быстренько Разбираться Быстренько Вводить Ее в игру И все Было бы Четко Вот Но я Этого Не сделал Ну за что Собственно И было Наказано Справедливо Да Тут даже Даже Ничего не предъявили Ну Олег Так Говорить В смысле Насчет Силы Интеллекта Ну это же Очень Очень общее Понимание То есть Также можно Сказать Что например Знание Признание Для знания Дебютной теории Тоже требуется Силы Интеллекта Ну хотя бы Чтобы Запомнить Эту теорию То есть Память Это тоже Кусок Интеллекта Часть его Поэтому Ну это Это не совсем То Но моя сила Все таки В тактике Больше Так Сулпастом Славен Из Боснии Герцеговины Ну поехали С4 Б6 Прекрасный Ход Так Встанем Как нибудь Так Покрепче И ничего Ну Хуже 3 Сейчас еще И в 5 Какой нибудь Покатится Ну я знаю Таких ребят Они любят Как Как я угадал Да Да не Что Ссори Я просто К тому Что Вопрос Слишком Общо Поставлен То есть Точнее как Ну да То есть Именно что Слишком вообще Поставлен вопрос Поэтому на него Не получается Ответить Как бы Да или нет Именно В таком В таком ключе Не получается Ну то есть И да И нет Одна часть Она сильнее Другая часть Она слабее Так Я думаю Может С5 Сыграть Неожиданно С другой стороны Что мне Это С5 Так уж Так уж Даст Так Сейчас Ну идея Черных Понятна То есть Они хотят Поставить Д6 И дальше Там Как-нибудь Ну типа Коня Сюда Сюда Вести Может Сюда Еще Ну давайте Не будем Им мешать Сильно Сейчас Подготовим Какое-нибудь Тоже На движение А6 Господи А что за А6 Ну кстати Давайте Мы тогда По активнее Здесь Себраяем Не знаю Может он Б5 Конечно Задумал Ну честно Говоря Выглядит Ну так Рискованно Еще есть Кстати Какое-то На движение Ж4 Конь Ж3 Но Вопрос Целесообразности Остается Открытым А С5 С5 Это Да Это Это Было Предвидено И Хочется Сыграть Ладья Б1 Сказать Бей на Б4 Но потом На Б6 Ты Товарища Гребешь Проблем Идея в том Чтобы конь Сейчас на Ц6 Не прыгнул Потому что На конь Ц6 Последует БЦ И там Какие-то Пешки Начнут Теряться В очень Скором Времени Поэтому Ферзь Ц7 Он играет И это Обосновано Но теперь Тогда Можно Коня На Д5 Закинуть И Пробить Пешкой Е Например Сейчас Можно Еще Чуть Подумать Насчет БЦ ДЦ Там Может быть Конь А4 Какого-то Сейчас Погодите Темпа Где-то Не хватает А очень Хочется Чтобы Хватило А Кстати Можно же Б5 Сыграть Вот Вот так Даже Лучше Может быть То есть Пока Никого Никуда Не пускаем Где-то Сами Готовы Так Ну Это Это Совсем Прекрасно Да То есть Можно Как-то Тут Как-то Надо Быстенько Перестроиться Чтобы У него Конь На Д7 Не Особо Выскакивал Например Ну Черт Я Как-то Не Очень Понимаю Замысел Черных Сейчас Мы Тут Паракасим Кстати Конь Д5 Был Какой-то Прыжок Странный Но Я думаю Что И без Этого Нам Классно Да И Вперед Ну То есть Теперь Поля Ц6 Е6 Держатся Следовательно Ни один На Фланге А Че Ждать Собственно Действительно Ну Конь H5 F6 На H5 Все Делать Нечего Слон H8 Сейчас Вот Это Запомните Вот Это Самый Красивый Слон А Теперь Конь Идет На Е7 А Слон D5 Ферз D5 Мы Забираем На А8 И Благо Этой Пешечке Никогда Наш Ферз Не Поймается Ну Вот так Вот Ну Грозит То есть Сейчас Висит Ферз Да И Висит Мат На Е7 Поэтому Ну Что Тут Еще Предложишь Ну Я Не Знаю Ну Все То есть Ну Просто Все Фигуры Запотованы Этот Ходов Не И Этот Ходов Не И Этот До Сих На месте Ну Ну Хорошая Партия Мне Нравится Так Ну Конечно Мы Легких Вопросов Не Ищем Ну Правильно Ну Как я То есть Как я Сказал Ну Вот Моя Сила Она Все Так Проявляется В первую Чуть В тактике Вот Именно Что С Придорожным Я Это Не Была Тактика Как Таковая Вот Я Тактические Компоненты Отдельные Видел Неплохо Там Штука Была В том Чтобы Правильно Подготовить Их Применение Вот Мне скорее Чутья Не хватило Что Вот От Ладьи Аж Два Надо Избавляться В первую Очередь Вот Адриана Это А На ЛШ Это Девушка Я Уже Даже Я Даже Что-то Забыл Как Ее Зовут Адриана Это Такой Проверочный Вопрос От Самой ЛШ Сейчас Если Я Отличный Девушка Да Не Так Себе Меня Больше Не Позовут Ну Ничего Приятная Девушка Что я могу Сказать Ну Мне кажется Можно было Вопросов Побольше Задать Как-то Типа Привет Привет Как дела Как оцениваешь Шансы На Успех Ну Слишком Стандартно Можно было Что-нибудь Покруче Но Правда Вот Нестерова Она тогда Спросила Хотя бы Каким боком Ей Повернуться Вот Можно было Можно еще Что-нибудь Понакидывать Так Валера Пошел спать Ну Спокойной ночи Валер Приходи В следующий раз Так Это у нас Семь туров Прошло Да То есть Еще Еще Играть Играть О Ну Давайте Ладно Еще раз За Хикару На Хикару Глянем Что там У него Ну Хикару Плюс Сейчас H5 Пойдет Да А Или Король D4 Что-то Из этого Хикару Хикару Не того А Все Все Понятно Да Красиво Хикару Все сделал Да Еще На На Табличку Покажите Вот Все Так Налече Если Так Нажимаешь На Человечка Там Показано С кем Он Играл Собственно И как Играл Можно Даже Там Партии По-быстрому Глянуть Там Посмотреть Какие-то Как его Ну Какие-то Дебюта Ну ладно Я шучу Конечно Но Все же Вот А тут Прям Вот Сиди И смотри На таблицу Пока Она не Обновится И то Обновлять Нужно Самолично Ручками Так Давай Начинал Кстати Турнир Больше Четырех Сот Человек Осталось 384 Так О Гера Базеев Ну Ладно С Герой Давайте Д4 Но Герман Он Из Санкт-Петербурга Так Что Мы Друг Друга В общем-то Знаем Давно Неоднократно Пересекались На всяких Разных Соревнованиях Так С6 Да Ну Не Хочется Позволять Е4 Сыграть Так Так Ну И что Мы Так Мы Получили Собственно Даже Не Знаю Назвать У 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 Ну Опять же Вопрос Солисообразности Ну Интересное Продолжение На мой Взгляд Давайте То Есть Е Ц Д Д Д Е Как Атак И главное, что точно на слон F3 я не позволю там задвинуть мне E4 и D5 О, это важно Так, ладья E8 просто, ага Ага, вот так вот Так, а если конь C4, то наверное E4 будет сыграно Да? То есть CD, ну или то же самое, что через CD играть, я понял Так, сейчас еще CD слон D6 Конь C4 Так, ладно, наверное я слишком долго думаю над этим Хочет E4, пускай играет В конце концов есть еще конь G5 Так Ну, типа вдруг Может быть можно Не знаю А, есть еще конь D6, ферзь D6, конь E5 Ну, Гера хитрый, малый, поэтому от него тут тоже можно Всякого ждать Да, то есть вот он сейчас То есть он предпочел поменять белопольника Не знаю, мне вот кажется, что если он планировал играть по черным полям То надо было черно... Ой, если он планировал играть по белому полям То надо было белопольного оставлять Может быть здесь есть какая-то хитрость Да, я ее просто не знаю Так, на слон D4, я думаю, конь E5 последует Да, и там Какие-то перебои пойдут Непонятные Может быть конь D6, ферзь D6, водя D1 Но там, то есть это временная жертва пешки Ну, тоже с какими-то неясными последствиями Ладно Давайте мы сделаем так вот по-хитрому Ну, позиция примерно равна Вопрос, у кого слабостей побольше Ну, я пока так надеюсь, что учебных То есть им надо как-то еще, наверное, перегруппироваться H5 H5 Интересно Сейчас Ну, ладно Давайте Давайте по-простецки Я где-то ферзь F5 еще смотрю Но не вижу там возможности все-таки выиграть пешку Поэтому, наверное, не буду тут изгаляться А вот так, может быть, мы что-нибудь и подтащим здесь То есть пока висит на H5 Есть и время на ход ферзь D2 Я уж не знаю Ну, вряд ли будет жертвовать, да? Так вот мы, наверное, можем сделать Я не знаю, может быть, с ОG3 здесь, конечно, проходит жертва Ну, давайте я рискну все-таки на победку сыграть Хотя выглядит страшно Ну, как говорится Будешь бояться, не прославишься Так И куда-нибудь На D2 Не знаю, что я здесь натворил Но я надеюсь, что я мак все-таки не зелнул нигде На конь G2 есть ферзь G2 Ну, и то есть как-нибудь от шагов-то я, наверное, спрячусь Ну, не наверное, а точно Ну, позиция небезопасна еще Так Так, зачем сюда пошел Чудо мне знать Так Вот еще Да что, я же сделал ход-то Да что случилось-то Не, я честком иногда не понимаю Ну, вот я же четко отпустил на F2 Ну, ладно Окей Пусть будет так Ну, вообще Бред какой У меня просто не первый раз уже такое Так Так Зайти в профиль и посмотреть Что смотреть-то именно Ну, я хочу сказать Ну, я хочу сказать Ну, я хочу сказать Сейчас, секундочку. Продолжение следует. 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 Как я спасаюсь от жары, пью, но что-нибудь не безалкогольное. В основном воду надо пить, иногда я чай еще допускаю. Квас все-таки не заходит. У меня все окна нараспашку, но отсюда намного помогают. Светоотражающая пленка. Так, ну, было бы хорошо, если бы она сама ничего не весила, не шелестела, и потом, короче, ну, на самом деле на себя что-нибудь надеваешь. Ну, как же и пленка, потом она, если она чуть потеешь, она такая мокрая, я думаю, лучше не надо. Ну, вентилятор, душ-то понятно, но вентилятора у меня нет, тем более обычно они там шумят, даже те, которые бесшумны. В общем, ну, так себе. Все равно на всю квартиру не расставишь. Ну, душ-то же понятно, но опять же, когда, например, в турнир играешь, в душ особо не побегаешь. Ярослав, я же сказал, что безалкогольная, безалкогольная. А, пленка на окнах. Ну, извините, я еще хочу видеть, что на улице происходит. Я думаю, вы имели в виду самому как бы в пленку облачиться. Не, ну, а что, тоже, в принципе, фокус такой. Наташа, у меня седьмой. Просто, опять же, не понял, а при чем тут этаж? Мне жарко. Ну, не, понимаете, фишка в том, что мне жарко и не только при плюс 30, но и там при плюс 15. Так, Рэйми 0.4. Болгария. С4. Ну, ладно. Ф5 все-таки когда-нибудь надо сыграть. Слава богу, что аж 4 не было. Ну, и значит, у нас тут классика жанра. Д5 опять. Так. Это мы все уже тысячу раз видели, да? 55. А3. 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 Так, сейчас. А3 ход немножечко, ну, совсем тут, чуть-чуточки странный. Так, сейчас, сейчас. Сейчас в закромах покопаюсь в своей памяти. Что-то я там найду. Есть забавный ход конь h5, но, наверное, это перебор. Не знаю, мне вот всегда в таких позициях жепить, нравится играть. Я ничего не могу с собой поделать. Сделаю это и сейчас. Так. Здесь мы пока не будем. Мы прыгнем. Конь b5. Ах ты ж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какую я глупость-то сделал. Знаете, f3 же грозит. Господи, а как я... А как я не дошел куда этого? Так, ну, правда, на f3 есть там что-нибудь типа c6, но f3, cb выглядит отвратительно. Господи, а как я попал-то в такую передрягу? Ну, вот дела там. Опять я под конец турнира начинаю какие-то чудные идеи выдавать. Ну, окей, ладно, жертвонем. Хотя ладно, какой дурак будет бить на U4? Ярослав, ты что, расстроился, что я пиво не пью? Ну, извини, пожалуйста. Так, вот теперь есть подозрения. Короче, погнали. Все, надо без всякой фигни. Кстати, вот у него пока связка вот тут вот на слона. Может быть, что-нибудь еще и получится. Конь e6 это мы возьмем. Безусловно. Так, ну, наверное, на c4 тоже мы возьмем. Тут, в общем-то, тоже как-то сложно отказаться. Ферзь d3. Может быть, b5 тогда. Сейчас. Хотя... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Ну, пока еще... Пока еще, ван, что-нибудь тут можно понапридумывать. Неожиданного и дерзкого. Хотя, конечно, конь b5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Придется. Ну, нет. Все плохо тогда. Ну, совсем ничего не получается в этой ситуации. Ну, ладно. Тут уже такая, собственно, ситуация, что ничего получаться и не должно, по-честному. Ну, ладно. Еще, знаете, есть какой-то путь в 11-2. Есть какой-то жаж. То есть, может быть. Есть f4, в конце концов. Так что... Ну, какие-то шансы еще имеются. Но... Справедливости ради... Шансы не особые просто-напросто. Саш, 4 наверняка пойдет. Ну, так-то, ну, попробуем. Попробуем еще какую-нибудь, что-нибудь тут такое натворить. Ну, это, конечно... От хорошей жизни. Так. Ладно. Что-нибудь съедим. Я вот не знаю, но, может быть, у нас здесь где-нибудь что-нибудь пройдет. Неожиданно для всех. Мало ли. Я уже ничему не удивлюсь. Эх, ну, наверное, напрасно это все было сделано. Да, определенно. PDF2. Спасибо. Ну ладно, проверим Ну, слушайте, я выкрутился Я-то думал, что у меня совсем жбан будет Вот, а вышло-то Вышло-то получше Ну, напрямую их иногда бывает, ловятся Ну ладно, это уж, конечно, так Я на самом деле просто, чтобы уже передохнуть Играю лучше, чем отвечая на вопросы про жару Ну, вы простите, вопросы сложные Или вы просто в такие вопросы играете лучше, чем мои соперники в шахтах Так, Олег заметил, что когда меня ругают Или посылают какой-то бабушке Я играю успешно То есть, соответственно, что я больше посчитаю, когда меня ругают или хвалят Во-первых, не кот, а кошка Давайте, это следующий вопрос Пока кота не выпущу на балкон, удачи не будет Во-первых, это не кот, а кошка Во-вторых, просится она не на балкон, а в коридор Потому что балкона ее видеть мало И в окно она любит смотреть только по ночам А так она усиленно требует выпустить ее в коридор Но сами понимаете, если я это сделаю То будут за нее переживать Надо будет в коридор поглядывать Короче говоря, это не вариант Поэтому кошка будет сидеть дома Надеюсь, что она там пойдет, что-нибудь себе закинет покушать Найдет миску и поест Потом найдет другую миску с водой Еще и ее задержится на какое-то время Ну, а так будет хорошо Продолжение следует... Ну, насчет хозяина Ну, формально оба Вот, то есть мы вместе заводили Так Национальный мастер из Китая Ну, видимо, со штрих-кодом вместо имени Хорошо, поехали Блин, ну эти китайцы Е-мое С ними вообще глаз да глаз нужен Они все такие, ребята Ух ты, Содов 5 Прямо здесь Ай, елки Сначала же Е4 хотел сыграть Не люблю я этот вариант Честное слово, не люблю Но все же Пускай там фигуры на Е4 Не люблю еще больше Б6 Во, вот этого мы ждали Потому что теперь у нас появляется классное поле С6 И когда-нибудь я туда обязательно запрыгну Когда-нибудь я обязательно там окажусь Так Кстати Кстати Как насчет хода Б4 Мне что-то кажется, что Мой соперник забыл про то, что Е5 Еще не король этой позиции И Сейчас А3 Ладно, пусть будет А3 Вообще, конечно, ферзя на Б3 хотелось поставить Но знаете, там конь Ж4 Есть неприятный прыжок Да, вот он У нас слон Ф4 Конь через Е5, наверное, пойдет Я так себе думаю А может, пускай идет Или даже Даже Почему бы Ферзь Д3, в общем-то, не сыграть На конь Е3 еще даже есть Знаете, такой любопытный момент А, типа, чем брать Потому что можно и тем, и другим То есть ФЕ, да И там сразу как-то На коня нападаем Но, наверное, это все-таки Перебор Объективно Наверное, не хочется так делать Ну, будем где-то коня на С6 Забрасывать Определенно Вот Но в идеале Нам бы еще там Какую-нибудь ладью на Д1 Может поставить Ну, вот не знаю Сейчас стоит ли это делать Дайте я посмотрю Так внимательно Своим острым взглядом Может быть Да нет, ну, хочется Почему я должен отказываться От этого Идея в том То есть у черных Там такая идея То есть Извиняюсь Извиняюсь Поставить Е6 А потом поставить Д5 Так Ага Вот так вот Блин Любопытно, кстати Вот эту идею я пропустил Эту идею я пропустил Слушайте, а у меня молодец соперник Ну, я говорю Вот эти Китайцы Глаз да глаз То есть Б5 Уже нехорошо Потому что Может быть Конянцы 6 Просто бить не будут Ну, значит Так пойдем Будем бить всех Наверное Наверное Перетянул Надо было раньше Это делать Надо было бить В смысле Ставить коня на С6 Надо было Ставить его пораньше Я Наверное Затянул все-таки Ну, ладно Тут Так вот Мне сложно сказать Не уверен Что Нужно было Именно так А не иначе Поэтому Ну, как уж есть 4 не хочется играть Знаете Иконь Д4 Не хочется играть Вообще Не хочется играть Никак Ну, надо Ладно Пусть будет так Но с другой стороны Все же Все же При Ну, есть тут Какой-то шанс Еще Может Еще Такую Штучку Подкинем Не знаю Насколько Это было Необходимо Ну, вообще Честно говоря Иван Не очень понимаю За что я здесь Борюсь Ну, то есть Скорее Это все-таки Ничья Я ничего Предложу Ну Все-таки Объективно Позиция Ничейная И Что здесь Собственно Особо Хуровесить Но человек Хочет Мне флаг Определенно Порубить Немного Ну, а с другой стороны С другой стороны Почему бы И нет Тут же вопрос Да Чья пешка Первая Успеет Ну, а с другой стороны Как говорится, важно не количество, а качество. Победка. Слушайте, ну причем победа-то по позиции. То есть просто на ферже 2 король f8 и там где-то прошло. Короче, Великая Китайская Стена все-таки пала. Ну вот так вот. Короче, пришлось папке самому все разруливать, идти вперед. Ну, я сумел. Спасибо. Так, ну ладно, 6 с половиной это получается из 10, да, и сейчас последний тур нас ожидает. Заключительный, для кого-то решающий, а для меня, в общем-то, ничего так особо не решающий. Так что можешь спокойно играть. Фух. Знал бы я, как вы меня ругали. Да ругайте, пожалуйста. Да, нормально. Мяу. 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 Пошла когти точить. Играйте на победу даже в ничейной позиции. Ну, еще раз, вопрос в самой позиции. То есть, некоторые позиции просто невозможно играть даже толком. Вот. А я, конечно, могу где-нибудь там похитрить, вот как в Леншпиле, там, король и пешка против короля, там, поймать соперника напрямую. Ну, вот, ну, там, не знаю, играть какую-то битую ничейную позицию, там, сто ходов, не, увольте, этого нигде не делать. Кошку зовут Бананас. Потому что она крутая. Дерзкая, вообще до невозможности. Шутки с ней. О! БСН Сан. Господи, это Кованова, что ли? А, не, Кованова-то Гросс, наверное. Кто это? А, Дорджиева, Динара. Хорошо. Ну, давайте против Динары так сыграем. Ну, в конце концов, не все же играть голландскую, правильно? Вот, давайте что-нибудь такое устроим. С4, Ж6. Как-нибудь так. Я могу все еще перейти в голландскую, ребята, я все еще могу это сделать, но я не буду. Так, я не буду, я сыграю, я сыграю конь Д7, у меня уже не было. Да, Олег, я своей кошке тоже тут и когти пообстригал, и тоже кое-что дополнительно сверх меры. Это нормально. H3. Ну, знаете, H3 это какой-то выжидательный ход, потому что не очень понятно, зачем этот ход сделан, ибо... Ну, то есть, от чего... Я не знаю, может быть, там где-то выпад от С4, окей. Так, ну, а мы что хотим? Мы хотим... Ну, мы хотим как-нибудь так поиграть. Может быть, даже так. Ну, и Б5 двинуть от всей души. Б3. Кстати, тут и Ц5 где-то может напрашиваться, да. Ну, Б5, не знаю, Б5 мне нравится. Владиа С1 логично. Так, ну и Б4, в общем-то, продолжим нашу эту затею. То есть, на конь Д5 будет С6. Но выбора большого нет. Так, ну и, соответственно, как-то так. Как-то так, как-то так. Так, ну и теперь думать, что дальше делать. Фух. Вообще, Е5, конечно, хочется, но, знаете, не уверен, что моя позиция готова к такому испытанию. Все-таки как-то фигуры стоят не шибко хорошо. Пока еще недостаточно. Хочется что-то улучшить. Вообще, во-первых, Ферзя хочется улучшить, а во-вторых, еще что-нибудь. Е6 играть не хочется. Так, ладно, сейчас нужно придумать какой-нибудь план хотя бы на два хода. Ладно, я что-то придумал. Типа, Д5, С5 пойдут. А вот если она Е5 пойдет, тогда я не придумал. Так, ну, случилось Ферзь Д2. Это еще можно вынести. Ага, все-таки Е5. Сильно. Я, видимо, сильно неправ со всеми этими моими планами. Ладно. Ой-ой-ой. Ой, как можно. Слушай, я просто забыл про пешку на Б4. А проблема в том, что я не могу вот сейчас положиться на случай, что ее никто не съест. Знаете? Да, вот это я, конечно, тут. Это я все напрасно. Отвратительная игра. 5. Все стоит как попало. Там еще G4 мне пробьют обязательно. Ой. Да. Так еще нужно было суметь до такого доиграться. Кошмар. Вот это игра. Как так вообще можно? Это нестерпимая боль сплошная смотреть на вот такую игру. Блин. Ну, в последнем татуре, ну, можно же было нормально сыграть, да, я думаю. Ну, нет, нельзя. Ужас. Помните, были эти, типа, ужасы нашего городка? Ну, ладно, пусть бьет на Е5, и я сдамся с чистой совестью. Да. Ой, совсем кошмар. Эх, все, короче, похерило одной партией. Да, блин, опять же, ну, все было неплохо. Ну, вот что я здесь... Что я здесь начал выдумывать? Ну, Е5, не, Е5 это сильная идея. Тут спор нет, но... Можно же было переставиться как-то иначе. Конечно, сейчас вопрос, может быть, в Б4 это... Через чур нетерпеливо можно было, наверное, на С6 сыграть, опять же. Или просто слон А6. Ну, в общем, ладно, вагон был продолжение, я выбрал... Выбрал я явно не лучший способ. А, кстати, может быть, даже здесь, может быть, не стоило даже С6 играть. Ну, нет, ладно, С6-то, наверное, нужно. Вроде и слон А6. Ну, вот насчет слона А6 есть сомнения. Может быть, слон Б7. То есть, зачем, как бы, я ладью, получается, выгнал на полезное поле, да, а сам ничего полезного не сделал этим фоном. Слон Б7 был лучше. Да, но конь на А5 все равно, конечно, не смотрится. Олег, четверг послезавтра. Да, играть я там буду. Вот, завтра я буду играть там в 6.45. Вот, но не в Левитове, там, в Числанской лиге, но стримить не буду. Ну, вот, ну, мне кажется, там оно ни к чему. Хотя там будет весело, там будет этот, там будут шахматы Фишера. Кличку кошки мы тоже придумывали совместно. Чай это круто. Согласен. Е5 не проходила. Ну, там проблема в следующем, что вот даже если здесь пойти Е5, там ДЕ, ДЕ, например, конь Д3. И очень слабые черные поля повсюду. Ну, и, видите, я тут как бы изобретал, поэтому... Ну, наизобретал не в ту степь. Ну, опять же, соперница все правильно сделала. К несчастью, тоже с ее стороны подарков я не дождался. Тут еще был, кстати, какой-то забавный ход Е6. Вот, с целью просто не пускать коня на Д5. Но, в принципе, конь может и какими-то окольными путями прийти на Д3. А Е5 все равно может последовать. Ну, не разобрался я в ситуации, в общем-то, и все дела. Ладно, дамы и господа, мне нужно бежать. Ну, как бежать? Ползки тут недалеко. Так, ну, а Накамура снова выиграл турнир. Короче, это неинтересно. Вот, ну, так, ну, а Доджиеву я запомнил. Следующий раз постараюсь у нее реванш как-то взять. Ну, потому что, ну, че ли? Ладно, я на... Ладно, 6,5 нормальный результат. В общем... Да, Олег, ну... Хватит палку-то перегибать. Причем тут расслабленное состояние. Это то расслабленное состояние хорошо, то плохо. Лучше как-то определить. Да и не был я расслаблен, наоборот. Ну, опять же, проблема в том, что не получилось какой-то тактической просто перестрелки создать. То есть все пошло слишком в одни ворота. А это... Ну, как раз вот из-за того, что плохо расставился. Ну, решил поизобретать. Ну, вот, собственно, и огреб. То есть, ну, не нужно здесь слишком далеких выводов-то делать. Все проще. Ну, я вот сейчас так думаю, что лучше бы я тогда сыграл Е6 и Д5. Был еще, кстати, вот я сейчас тоже так замечаю, какой-то вообще смешной маневр вот такой вот у коня. Ну, он длинный, конечно, очень долгий. Ну, было бы прикольно его провернуть. Ладно, все. До скорого. Увидимся тогда. Ну, посмотрим. Не буду пока загадывать. Ну, как будет что-нибудь интересное. Я сразу прокомментирую. Фу-то, все, уже заговариваюсь.